Всем привет, с вами Катя, и я рада приветствовать вас на канале агентства недвижимости Whiteville, где мы рассказываем все новости и тренды об элитных новостройках Москвы и мира. Покупка вторичной недвижимости всегда сложнее, чем покупка от застройщика. В этом деле нужно учитывать большое количество подводных камней, чтобы не потратить в пустую кучу времени, сил и денег. Но если быть готовым к такой сделке, можно избежать всех негативных последствий. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать о самых главных вопросах собственнику. Если вы выбираете квартиру для покупки самостоятельно, в первую очередь нужно знать, какие вопросы нужно задать при звонке автору объявления. Первое. Давно ли сделали фотографии объекта и соответствуют ли они действительности? В идеале в ответе на этот вопрос нужно получить хотя бы примерную дату создания фотографий. В противном случае привлекательная на фотографиях квартира может оказаться совсем другой и будет очень неприятно потратить на нее время и ресурсы. Далее интересуйтесь, кто собственник жилой недвижимости и с кем вы будете иметь дело, с владельцем или с его представителем. А так вы будете понимать, сможете ли вы все детали уточнить и не придется ли вам ждать получения интересующей вас информации. Имейте в виду, что при продаже квартиры собственник может не договаривать какие-то детали. В этом случае лучше обратиться к профессиональному агенту, который расскажет и проверит всю информацию за вас. А теперь переходим к более конкретным темам. Спросите, какие правоустанавливающие документы у продавца. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, договор дарения и так далее. Также стоит уточнить, есть ли какие-то особенности. Дело в том, что каждый из этих документов подразумевает различные нюансы и тонкости, на которые нужно будет обратить внимание. Еще один важный вопрос, свободна эта сделка или альтернативная. Есть ли альтернативная, есть ли уже подобранный вариант. И будет ли ипотека, и в каком банке. Это важный момент, если вы сами тоже берете ипотеку, то провести сделку с двумя разными банками в один день не получится. Также необходимо узнать, как много людей прописано в квартире, и есть ли среди них дети. И если да, согласен ли собственник их выписать до сделки. Стоит узнать, как давно квартира находится в собственности. Если срок небольшой, какова причина ее продажи. Если ответы на большую часть этих вопросов вас устроят, нужно отправиться на просмотр. У просмотра квартиры тоже очень много нюансов, но все они очень зависят от того, что вы ищете для покупки. Если вы готовы мириться с какими-то недостатками, например, в ремонте, в коммуникациях или в мебели, то выстраивайте план просмотра квартиры вокруг именно тех параметров, которые являются для вас самыми важными. А если вы планируете делать глобальный ремонт, не лишним будет взять с собой на просмотр вашего дизайнера или мастера по ремонту. Они наверняка увидят те моменты, которые могут повлиять на создание квартиры вашей мечты. Если уже на этом этапе вы устали от объема информации, напомним, что специалисты агентства Whiteville могут помочь вам с подбором идеального варианта. Дорогие зрители, на что бы вы обратили внимание при покупке квартиры? Напишите в комментариях. В завершении нашего ролика хочу напомнить нашим зрителям о том, как важно быть внимательнее. Ведь все мы знаем фразу «доверяй, напроверяй». Это действительно верный подход. И для самых внимательных, кто досмотрел это видео до конца, важно понимать потребности продавца. Очень часто сделки срываются из-за того, что собственники передумывают продавать свою квартиру или апартамент. Здесь важно уточнить, какая цель продажи. Для того, чтобы не произошла такая ситуация, важно иметь своего агента. По моему опыту могу сказать, что можно прописать всевозможные условия, штрафные санкции, нанять самых лучших юристов. Но, помимо прочего, агенты снимают психологический момент. Очень часто собственники не готовы к продаже или в последний момент могут передумать. Агент всегда знает эти детали, узнает все у второй стороны и может донести вам верную информацию, чтобы вы были готовы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы уже готовим для вас тему про список документов, которые необходимы при покупке квартиры. А с вами была Катя и канал агентства недвижимости «Вайтвилл», ваш проводник в мир элитной недвижимости Москвы и мира. Всем желаю хорошего дня и до встречи в новых видео!